Сегодня мы хотим рассказать вам о настоящей звезде мексиканского телевидения, которая предпочла актерской профессии нечто другое и с 2002 года не снимается нигде, просто потому что не хочет. В прошлом году она заявила, что окончательно порывается актерской профессии. Но вы, конечно же, спросите, кто это? Это мексиканская актриса Анна Кольчер. Она родилась в 1968 году и в этом году ей исполнилось 45 лет. Возвращаться на телевидении слегка поздновато. Но, с другой стороны, в сериалах сейчас снимаются такие беспомощные актеры и актрисы, что возвращение Анны поставило бы на многих из них жирный крест. У нее была замечательная карьера на телевизии, где свою первую роль она получила в 19 лет. И пришла она в профессию уже с опытом университетского образования в области экономики. А драматическому искусству училась во Франции. Это говорит о том, что Анна не являлась среднестатистической красоткой с пустой головой, а была девушкой серьезной и вдумчивой. К делу она подходила серьезно и поэтому в роли погружалась головой. Шла на любые рискованные трюки, вплоть до того, что в сериале «Алондра» ее полоскали в холодной воде, она была привязана к канату, не испугалась, всегда шла на эти вещи с большим удовольствием. Про «Алондру» мы уже сказали, но стоит еще упомянуть и «Дикое сердце», чтобы вы поняли, насколько хороша была Анна на экране. Ее интерпретация роли Айме в «Диком сердце» осталась непревзойденной до сих пор. И поэтому Расселя Рамбула, которая чуть из корсета не выпрыгивала в попытках сравниться с «Колчеру» в «Ремейке дикого сердца», вызывала у зрителей радостный смех и нелицеприятный комментарий из серии «Куда конь с копытом, туда и рак с клешной». Как у многих, по-настоящему больших актеров, у Анны характер не сахарный. Покинув телевизу ради очень выгодного контракта, она некоторое время работала на Ацтеке и снялась в новелле ничего персонального. Роль ей предложили сказочную, поэтому она на нее и согласилась. И новелла пользовалась очень большим успехом, но Анна внезапно съемки прервала. Что там случилось, никто, в общем, толком не рассказывает. Говорили, что Анна была недовольна изменением характера героини и что она совсем не это подписывалась играть. Известно одно – она громко хлопнула дверью, и ее заменили актрисой Кристиан Грут. Само собой, никакой работе на Ацтеке уже речи не шло, тем более, что Анна подала на Ацтеку в суд за неисполнение контракта, и суд выиграла пять лет спустя. Возврата на телевизор тоже не было, компания не прощала и не прощает предателей. Там принцип такой – если не съем, то хотя бы поднаткусываю. Не снимаем актеров, но и в другие компании они уйти не могут. Поэтому Анна решила уехать из Мексики и снялась в перуанской новелле «Изабелла, влюбленная женщина», где у нее была роль очень сложная. Она сыграла двух близнецов – Изабеллу и Клару. И, как всегда, справилась с этой сложнейшей задачей блестящей. Светлая, любящая Изабелла и сгорающая от ненависти Клара получились у нее великолепны. Ну, и, как всегда, конфликты. На этот раз с Кристианом Мейером. Писали, что Анна вела себе непозволительно капризно, и у Криса чуть ли не нервный срыв был. Что Анна позволяла себе грубые выходки на площадке, что вся обслуга боялась появляться там, когда Анна была в процессе съемок. Но есть и разумное объяснение этому поведению. У актрисы была чудовищно сложная задача – сыграть абсолютно разных женщин. Поэтому, раздувая конфликты на площадке, она пыталась таким образом подпитать свое актерское воображение. Почувствовать то, что должна была чувствовать одна из ее героинь, а именно боль, гнев и ревность. Да и Крис, тоже не совсем белый и пушистый, вложил свою лепту в конфликт. Словом, репутация у Кальчера сложилась не самая лучшая, что, возможно, отразилось на ее карьере на телевидении. После Изабеллы было только два фильма, а потом все. Она заявила, что бросает актерство и уходит в общественную деятельность. Как сказала, так и сделала. Стала защищать коренное индейское население Мексики, и права женщин. Компания, которую она возглавила, так и называлась. «Женщина без страха». Она писала статьи. Статьи были публицистическими. Была ведущей на телевизионном ток-шоу. Она пыталась привлечь внимание публики к проблемам коренного населения и к тому, в какой ужасающей нищете живут эти люди. Что касается личной жизни, то в 2000 году Анна вышла замуж за антрополога Хосе Дель Баля, с которым впоследствии развелась. Сейчас Анна пишет книги и делает это довольно успешно. В 2006 году вышла ее первая книга, которая называлась «Entre dos Fuegos». А в 2012 году она начала кампанию по промоушену своей новой книги «Los hijos del tiempo». Кое-какие издания писали, что она просит денег на издание этой книги, но сама Анна опровергла эти слухи и написала, что это был краудфандинг. То есть, когда люди вкладывают какие-то деньги в издание этой книги, а потом получают экземпляры с автографом автора, какие-то приятные сувениры и тому подобные вещи. Ну и в этом же году, в 2012, Анна объяснила, что уходит из актерской профессии, поскольку у нее есть личные причины. И хотя актерская профессия для нее очень многое значит, она решила ее оставить по личным причинам, как мы уже сказали, и вообще она не хочет, чтобы кто-то лез в ее частную жизнь. А актерство, к сожалению, такой возможности не дает. Ну что же, жаль, конечно, что такая красивая и талантливая женщина решила уйти с экрана. Нам просто повезло, что остались ее великолепно сыгранные роли и что есть ее очень хорошо написанные книги. На сегодня все. Ждем вас в наших следующих передачах. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok